Мир искусства Это Сергей Дягилев, человек громадной энергии и организаторского таланта, и Александр Бенуа, живописец, график, театральный художник, историк искусств. Широта интересов характерна для многих членов этого объединения, и потому вспоминаются не только картины, рисунки, книги, воплотившие высокую культуру, ум и талант их создателей, но вспоминается и то, что вновь ими были открыты целые области искусства, забытые художники XVIII века Рокотов и Левицкий, это и сохранение русской старины, это и популяризация русского искусства за границей. Вспомним хотя бы знаменитые русские сезоны Парижа, которые стали триумфом национального искусства. Новый мир образов, выразительный живописный язык отличал мастеров Союза русских художников, где в большинстве своем были москвичи. Они принесли в искусство много света, цвета, оптимизма, но самое главное, воспели Россию, ее народ, ее природу, ее национальную неповторимость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Маленький человек И свет одинокого окна Среди бездушных стен, огромных, мрачных, мертвых. Художником города называем Стислава Добужинского. Для Добужинского каждый дом имеет свою физиономию, свой характер. В мучительно тесных громадах домов живут некрасивые и бледные люди, Окованные памятью выцветших снов, забывшие о творческом чуде. Субтитры создавал DimaTorzok Но воплощая пугающую дисгармонию мира, Добужинский мечтает о гармонии и красоте, как все художники двух объединений рубежа веков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мир искусства. Но многие его художники – ретроспективные мечтатели, ушедшие в мир прошлого, где нет прозы повседневности. Ты в Россию пришла неоткуда, о, мое белокурое чудо, Коломбина десятых годов. Константин Сомов редко изображает современность, и вместе с тем нет художника более современного, говорили о нем. В картине «Осмеянный поцелуй» художник, по его словам, бросился в объятия XVIII века. Он любуется счастливой идиллией, искусством наслаждаться жизнью и тонко иронизирует, ощущая непреодолимую дистанцию между умудренным сложным XX веком и стариной с ее отгоревшими страстями. Художник умеет выписать все детали, все мелочи, сохранив при этом поэтичность, душу предмета. Драгоценный материал – любимые слова Сомова. В картине «Зима. Каток» каждый сантиметр превращается в драгоценный кусок живописи и рисунка. Быть может, работая над картиной, Сомов вспомнил любимых ему малых голландцев с их наивностью и простодушием. И душу жадную твою томит тоска По островам любви, куда нам нет возврата С тех пор, как старый мир распродан с молотка. Портрет художницы Остроумовой Лебедевой. В манере письма, вымаливая гладкой живописи, выражение лица модели и даже беспокойном силуэте прически, ощущается аромат XVIII века. Портрет отца Андрея Ивановича Сомова – редкий для художника обстановочный портрет. Отец, известный историк искусства, служил старшим хранителем Эрмитажа. Он был для Сомова образцом трудолюбия, честности и преданности избранному делу. Лев Бакст Портрет Сергея Дягилева Одного из основателей мира искусства Боковой свет, контрастное построение фона, тихая фигура старой няни – все усиливает внутреннее напряжение и энергию образа. Таким знали Дягилева друзья, нередко прощавшие ему заносчивость, покоренные обаянием ума, артистизмом и неиссякаемой жизненной силой. Общим увлечением мир искусников была русская история. Евгений Лансере В этой работе суровость, деловитость и романтика Петровской эпохи. Лансере любит протяженность пространства, солнца, ветер, природу еще не вполне подчинившуюся человеку, еще бунтующую против его вторжения. Петербург Петербург, но уже почти столетия спустя, предстает в работе Александра Бенуа «Парад при Павле I». Лирический гротеск, историческая фантазия – так определял художник жанр своих работ. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Версальский цикл художника Рассказ о бессмертии природы и искусства Бенуа изучает Версаль в разное время года, дня Он вслушивается в его нашептывание И в душе рождаются смутные, сладко щемящие воспоминания Я прозреваю прошлое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл Николай Сапунов Ночь Мир грез Мир фантастический И театральный КОНЕЦ Но летит, улыбаясь мнимо, над маринскую сценой DimaTorzok Балет Сергея Судейкина Его картины, писал Бенуа Какие-то дымы от зажженных курильниц С таинственными ароматами Убедительность несуществующего И неосуществимого В картине Багста «Ужин» Цвет подчинен линии, рисунку Лев Багст Употовлял художника-дирижеру оркестра Способному одним с махом палочки Извлечь тысячу звуков И совсем иной образ Предстает в картине Александра Головина Здесь проявился его дар психолога Умеющего проникнуть во внутренний мир человека Испанка на балконе Московские живописцы Союза русских художников В москвичах, отмечал Федор Шаляпин Было, пожалуй, по сравнению с петербуржцами Больше бытовой починности Черноземности Многоцветный, яркий, праздничный мир В полотне Константина Иона Весенний солнечный день Сергиев Посад Первая весна, которую Михаил Пришвин Называл весной света Праздник весны вдохновил и Сергея Виноградова Как некогда барбизонцы Устремились русские художники на лоно природы Это была пора радостного волнения И лихорадочной работы Ко всему, что они изображали Художники подходили лишь с двумя критериями Имя первому было Живописность Второму Русскость Виноградов Летом Природа в его изображении Всегда полна движения Колеблется листва Бегут тени по саду По цветнику Портрет Федора Ивановича Шаляпина Одна из лучших работ Константина Короина Красоту Шаляпина Ощущение молодости Радости жизни Передает живопись Динамичная Легкая Коровину улыбались все краски мира По образному выражению Одного из современников На берегу моря Пристань в Гурзуфе Законченной вещью Называется не та, которая отделана до мелочей А та, которая ближе к жизни Считал художник У меня нет направления и нет моды Это я Это мое пение за жизнь За радость Это язычество Я люблю красоту мазка Искусство Дружбу Солнце Реку Цветы Смех Траву Природу Дорогу Цвет Краску Форму Ищу от природы Настроения И поэзии Эти слова Коровина Мог бы повторить и художник Беленицкий Беруля Ученик Левитана Станислав Жуковский Весенняя вода Лирический пейзаж Настроения Чаще всего Жуковский писал Весну Субтитры создавал DimaTorzok В его картине Первые предвестники весны Все дышит незримым присутствием людей Мир дедовской старины Поэзия дворянского гнезда Голубоватая полоска Морозного окна И пламя печи Красное дерево мебели И ее синебелая обивка Такими сопоставлениями Теплого и холодного тонов Жуковский пробуждает Ощущение стужи за окном И жара уютных натопленных комнат Обвеян вещью дремоты Полураздетый лес грустит Из летних листьев Разве сотый Блестя осенней позолотой Еще на ветве Шелестит Жуковский Осень Веранда Россия усадеб И Русь избяная, деревенская Крупнейший мастер союза русских художников Архипов В гостях Свободно, мощно, темпераментно Пишет художник крестьянских женщин Его краски сочные И победоносны Его герои Красивый, сильный Жизнерадостный народ Аркадий Рылов Зеленый шум Работы живописцев Союза русских художников Каждая в отдельности И все вместе Воспели то необозримое Просторное И обетованное Что мы объединяем Под именем Русь 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 Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok